Рига – столица Латвии и один из крупнейших городов Прибалтики, ежегодно привлекающий миллионы туристов со всех концов мира. Здесь расположены соборы и дома, построенные лучшими архитекторами минувших эпох. Рижские улицы наполнены живой историей, которая с первого взгляда очаровывает и влюбляет в себя путешественников. Рига всегда имела высокий экономический и политический статус, который также отображался и на ее внешнем виде. Сейчас Рига является любопытнейшим образцом многих архитектурных стилей, сделавших столь уникальным пространство городских улиц. В 2014 году Рига была выбрана одной из культурных столиц Европы. Раскинувшись по двум берегам реки Даугавы, город демонстрирует визуальную и культурную целостность. Долгая история существования поселения, начавшаяся в 1201 году, по нынешний день имеет свои отпечатки в старинных постройках, а некоторые улицы до сих пор хранят следы средних веков. Фасады многих рижских домов украшены оригинальной резьбой и рисунками. Отправляясь сюда в путешествие, стоит иметь в виду, что город условно разделен на две части – Старая Рига и исторический центр, каждая из которых обладает уникальной атмосферой и любопытными достопримечательностями. Именно поэтому маршрут прогулок необходимо продумывать в соответствии с этим делением, так чтобы логически переходить из одной зоны в другую. Старая Рига существует в качестве центра своего региона. Из-за географического расположения и экономического статуса этот город постоянно принимал множество гостей и переселенцев. Более того, в некоторые периоды времени тут проживало больше немцев, чем латышей. И хотя сейчас горожане очень четко позиционируют свою национальную идентичность, архитектура продолжает сообщать о многонациональном прошлом столице. Дело в том, что приезжающая интеллигенция и состоятельные лица из других государств строили дома в принятых на их родине стилях. Благодаря чему улицы Старой Риги переполнены постройками итальянских, голландских, немецких архитекторов. Главной достопримечательностью этих мест является Рижский замок. В изначальном виде дворец был построен в 1330 году, но на протяжении последующих восемь веков регулярно перестраивался правителями и выполнял различные функции. В данный момент на территории комплекса расположена резиденция президента Латвии и Национальный музей истории. Посетители могут погулять по замку и прослушать экскурсию совершенно бесплатно каждый день с 11 часов ровно до 17 часов ровно. Оказавшись в Старой Риге, стоит обязательно заглянуть и в Домский собор, основанный в 1211 году. Убранство храма является одним из богатейших в Европе, так как каждая эпоха совершила свой архитектурный вклад во внешний вид собора. Тут можно распознать элементы готики, барокко, ренессанса и романского стиля. Но главной изюминкой собора является орган. Его конструкция состоит из 6768 труб, а максимальная их высота достигает отметки в 25 метров. Долгое время Рига была разбита на две зоны – старый город, в котором проживали обеспеченные жители и правительство, и вся остальная территория, где находились дома простых граждан. Но уже с середины XIX века ситуация начала меняться, и разделительная граница между двумя сословиями стала исчезать. После того, как были снесены оборонительные стены старого города, появился так называемый исторический центр, который поспешили застроить архитекторы с мировыми именами. Уникальность этой зоны состоит именно в том, что каждый дом является произведением искусства, не имеющим аналогов. Благодаря стилистическому разнообразию эта часть Риги получила особую популярность среди туристов, ведь здесь можно просто часами бродить по улицам и созерцать шедевры. Эта творческая свобода зодчих и художников нашла свою логическую доминанту в памятнике свободы, который является главной достопримечательностью исторического центра. Музей оккупации Латвии посвящен 50-летнему господству тоталитарного режима в период оккупации страны вплоть до ее восстановления. Экспозиция музея, коллекция представлена историческими документами и фотографиями, отражающими историю Латвии с 1939 по 1991 год, музей разделен на три секции. Первая секция рассказывает о предыстории оккупации Латвии. Следующая секция ознакомит посетителей с историей Латвии во времена Первой Советской оккупации, Немецкой оккупации и Второй Советской оккупации. Последняя секция обозревает историю Латвии после 1980 года и возвращение независимости в 1991 году. Дом Черноголовых – старинный памятник архитектуры, находящийся в Риге. Строение красуется в центре города, на Ратушной площади. Когда-то здесь собирались купцы, а сегодня в здании открытый музей и концертный зал, а также проходят торжественные приемы. В двух шагах от дома Черноголовых – Рижская дума и известная башня Петра. Мимо этого необычного красно-белого домика пройти не получится, в старой части Риги все достопримечательности расположены поблизости. Здание новое – это редкий случай, когда архитектурный памятник Средневековье любовно восстановили в изначальном виде. Шоппинг в Риге. Каждый путешественник знает из собственного опыта, что побороть желание приобрести хоть какой-нибудь сувенир о поездке совершенно невозможно, ведь именно такие мелочи со временем воскрешают воспоминания о былых приключениях. Но в последнее время покупки вещей все чаще становятся главной целью поездки, превращая время отпуска в полноценный шоппинг-тур. Рига является одной из тех европейских столиц, которая быстро отреагировала на потребность туристов. Торговые центры здесь – это не просто магазины с вещами, а настоящие города, правда, в уменьшенном масштабе. Пространство комплексов настолько упорядочено и оснащено всем необходимым, что покупатели способны целыми днями гулять по длинным коридорам и залам, не отказывая себе ни в одном желании. Магазины известнейших брендов постоянно радуют клиентов сезонными скидками, о которых заранее можно узнать на сайтах производителей. Зоны фудкортов переполнены всевозможными кафе и ресторанами кухонь мира, и гость из любой страны сможет найти именно то, что ему обязательно захочется отведать. Кроме того, в большинстве торговых центров есть и развлекательный этаж с кинотеатрами, катками и детскими комнатами. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и пишите комментарии. Спасибо за просмотр.